ДИСНА ТВ В этом году исполняется 40 лет медико-санитарной части. Плановое совещание у главы города. Спектакль в детском саду. На данный момент безэталонный анализ, он в принципе не применяется, некоторые его доощряют невозможно. Российские физики научились точно определять состав материала за минуту. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Как обещают синоптики, совсем скоро стабилизируется положительная температура. Для службы благоустройства и управляющих компаний Десногорска это пора приведения города в порядок. Работа идёт полным ходом. Где растаял снег, очищаются от песка дорожки, газоны, собирается мусор. Полностью очистить городские улицы от грязи, которая скапливалась на них несколько зимних месяцев, моментально невозможно. Коммунальщики и служба благоустройства используют буквально каждый световой час для того, чтобы шаг за шагом наводить порядок. Контроль за ходом уборки осуществляет администрация города. Именно сюда необходимо обращаться в случае выявленных недостатков. С 1 апреля на территории региона в соответствии с постановлением администрации Смоленской области официально объявлен пожароопасный сезон. Специалисты отмечают, несмотря на холодную погоду, уже началось активное таяние снега на полях и дачных участках, что может повлечь за собой первые пожары. Службы МЧС предупреждают, что поджог сухой травы и мусора, а также несоблюдение требований пожарной безопасности наказываются штрафом. Хочу обратиться к жителям города о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в этот период. А именно, собственники индивидуальных жилых домов, расположенных на территории поселений, садовоческих объединений граждан, к началу пожароопасного сезона обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указаны жилые дома, емкости с водой или огнетушителя. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспортной и строительства зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Выжигание сухой травяной растительности на земельных участках может производиться безветренную погоду. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Об обнаружении пожара в лесополосе или вблизи дачных участков необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам пожарной охраны по номеру телефона 01. В России стартовал весенний призыв. От региона на военную службу должно отправиться более тысячи смолян. Всего же в стране в период с 1 апреля по 15 июля в армию планируется призвать 128 тысяч россиян. Текущий весенний призыв окажется на 10% меньше по числу срочников, чем в прошлом году. 3 апреля глава города Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. 4 апреля в администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Начальник медсанчасти 135 сделал объявление для жителей нашего города. В этом году исполняется 40 лет медико-санитарной части. Приказ о создании медико-санитарной части номер 135 был подписан 1 октября 40 лет назад. Поэтому у нас будут проводиться праздничные мероприятия. В рамках этих праздничных мероприятий медсанчасти будут организованы два конкурса. Это конкурс детского рисунка и конкурс на создание эмблемы медико-санитарной части. Всю информацию мы вывесим на сайте нашего учреждения. Разошлем информационные письма в СМИ и в Комитет по культуре и образованию, чтобы жители, дети смогли принять участие в этих конкурсах. Коммунальные службы работают в штатном режиме, заканчивают уборку снега на городских улицах и во дворах микрорайонов. В образовательных учреждениях 2 апреля началась четвертая четверть. Сейчас у нас пройдет тренировочное тестирование по предметам по выбору для выпускников 11 классов и готовимся к устному собеседованию по русскому языку ОГЭ для учащихся 9 классов. В Центр занятости в марте обратились 64 человека в поисках работы. Из них 20 человек зарегистрированы безработными. Трудоустроено 49 человек. Безработных на конец периода стоит 115 человек на учете. Из них 94 человека являются получателями пособия. Уровень безработицы зарегистрирован больше 66%. Инфекционные заболевания на прошлой неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне. В Смоленской области завершен ежегодный учет численности диких животных объектов охоты. На территории региона обитают свыше 20 тысяч лосей, почти 5 тысяч оленей. В смоленских лесах обитает более 8 тысяч косуль, около 800 кабанов, 200 ланей и 91 рысь. Популяция бурых медведей насчитывает более тысячи особей. По данным специалистов-зоологов, количество животных увеличилось в течение последних лет. Особенно заметен рост поголовья лосей. Профильный департамент определит квоты добычи диких животных на период с 1 августа. Воспитанники детского сада «Теремок» подготовительные группы «Одуванчик» совместно с педагогами подготовили сказку «Снежная королева». Театрализованная игра дает возможность примерить на себя всевозможные роли, приобрести ценные навыки общения, а также помогают ребенку преодолеть неуверенность. В детском саду «Теремок» много лет успешно работает программа «Театральная деятельность», в рамках которой воспитанники подготовительной группы должны представить сценку из любого литературного произведения. Маленькие артисты с удовольствием приняли участие в сказке «Снежная королева». Они старались образно и выразительно передать характеры и настроения героев. А родители, которые присутствовали на спектакле, искренне переживали за артистов и получили эмоциональное удовольствие от просмотра. А сейчас новости Росатома. Российские физики придумали способ, как всего за одну минуту определить элементный состав любого твердого вещества. Это можно сделать с помощью уникального прибора, разработанного группой преподавателей и студентов МИФИ – базового вуза госкорпорации «Росатом». Эти статьи стали революционными в области спектрометрии. Их не устают обсуждать в научных сообществах, а некоторые ученые-мужи Европы и Америки даже брать за основу собственных экспериментов. Сам же автор этих материалов – профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Александр Сысоев не перестает удивляться обрушившемуся на его персону вниманию. В этом году меня пригласили на 17 международных конференций по спектрометрии. Ажиотаж вокруг Александра Алексеевича связан с прорывным результатом работы его команды. Группа преподавателей и студентов МИФИ – базового вуза госкорпорации «Росатом» разработала прибор для определения элементного состава вещества, который может работать без использования так называемых эталонов. На данный момент безэталонный анализ, он в принципе не применяется, некоторые его даже считают невозможным. Но мы достигли этого результата, создали базу для безэталонного анализа в результате того, что рассмотрели движение ионов на абсолютно всех этапах прохождения в приборе. Теоретические выводы специалистов МИФИ подтвердились благодаря математическому моделированию в специальных программах, а также в результате экспериментов на изготовленном прототипе прибора. Последний, к слову, обладает рядом экономических преимуществ перед широко используемыми в настоящее время спектрометрами. Он дешевле, во-первых, и не требовал расходных материалов. Это приводит к тому, что мы можем анализы сводить буквально до единиц минут, при этом получая более точные результаты, чем с помощью других приборов. Эти конкурентные преимущества российского массоспектрометра открывают поистине безграничные перспективы его использования. На сегодняшний день данные приборы необходимы в медицине, геологоразведке, нефтехимии, криминалистике и, конечно же, атомной энергетике. Запуск в промышленное производство массоспектрометра разработки МИФИ поможет не просто удовлетворить спрос, но и стать еще одним успешным неядерным бизнесом «Росатома». Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefiz.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин